Всем привет! Сегодня мы рассмотрим одну из топовых книг производителя Onyx. Это Box Pocket 3. Чем она примечательна? То, что это 6-дюймовая электронная книжка. Включает в себя все передовые технологии данного производителя. Ну, плюс еще и здесь установлен 10-й Android, 2 гигабайта оперативной памяти и 32 встроенной. Можно подключаться через Wi-Fi, использовать как обычный смартфон, планшет для, к примеру, посещения сети интернет. Здесь есть браузер, можно зайти, посмотреть, проверить почту, свои сайты почитать какие-то. И все это через экран e-link. Причем экран e-link карта с Full HD разрешением. Есть здесь Wi-Fi, есть Bluetooth 5.0, USB Type-C. Встроен аккумулятор пол 3000 мАч. Все это включается в карты данной электронной книги Pocket 3. В комплекте также можно заказать себе небольшой чехольчик. На выбор на сайте достаточно большое количество. Можно даже вот такие вот интересные, женские. Так как планшет, электронная книжка будет относиться к девушке, принадлежать. Вот такая вот чехольчик дамский. Так, ну что нам в комплект положили? Это сама электронная книга. Комплект проводов Type-C. Ну а также здесь инструкция и гарантийный колонн. Инструкция на русском языке, но здесь основные, можно сказать, только рассказаны, как подключиться. Это уже что-то, как настроить, есть в самой книге. Провод Type-C. Ну и сама электронная книжка. Примечательно, что у данной книги достаточно тонкий дизайн. Пластиковый корпус. Она очень тонкая. В руке лежит удобно. 6-дюймовый экран. Он спрятан под стеклом. Установлено японское защитное стекло. Так что даже при использовании без защитного чехла, можно ее, я думаю, что не повредить. Защита будет на уровне. В нижней части отверстия микрофона и разъем Type-C. Сверху включение самой книжки. Больше никаких интерфейсов, кнопок не предусмотрено. Давайте включим. Так как это одно из первых включений, из этого так долго идет. Загрузка 90... аккумулятор 98%. На первой же странице у нас появляются загруженные книжки, которые есть. Здесь их 14. Можно, как обычным планшетом, переключаться между страницами. Экран разделен на несколько под меню. Есть снизу, сверху. Собственно, поиск, добавление новой папки, выделение. Можно посмотреть статистику и вход в учетную запись. Здесь же меню. В настройках подсветки, как уже и говорилось в данной книге, используется своя особенно технология. Можно подстроить так, как будет вам удобно в определенное время суток. Ну и, собственно, здесь уже яркость. Вечером можно чуть потусклее. А там чуть поярче. Здесь уже создается эффект чтения с бумаги. Ну и глаза меньше устают. Все-таки здесь более желтый оттенок. С ним более приятно читать, нежели чем более таким унылым белым экраном. Здесь же есть кнопки автоматического переворота. Начать аудиозапись через встроенный микрофон. Ну и, собственно, геопозиционирование. Что у нас еще есть в настройках? Е-линк экрана. Здесь также можно перенастроить четкость. Темного цвета. Ну, фильтр белого. Здесь же есть режимы обновления экрана. Их здесь предустановленных четыре. Плюс можно самому их поднастроить под ваше усмотрение. Обычный режим. Есть скоростной режим обновления. Ну и два режима уже предустановленных. Здесь есть такая вот небольшая кнопка Stick. Как я уже говорил, что кнопок дополнительных нет. Ни сенсорных, ни физических. С помощью нее можно открыть дополнительные режимы. Обновления, назад, копирование, либо выключение. Ну, или здесь уже добавить дополнительные кнопки страниц переключения. Так, что у нас здесь. Настройка жестов. Можно управлять жестами. Так как здесь нет дополнительных кнопок для перелистывания. Задаем определенный свой жест. И уже сама книжка понимает, что и от нее требуется. Вот как я и говорил, руководство пользователя в комплекте поставки не предусмотрено. Но оно здесь есть внутри. Так, что у нас дальше? Давайте посмотрим. Магазин. Нам надо подключить модуль Wi-Fi. И настроить сетевое подключение. После подключения Wi-Fi соединения открываются более широкие возможности. Это, конечно же, посещение магазина. Магазин станет активен после настройки учетной записи Onyx. Здесь представлены различные книги. Можно осуществить поиск на русском и на английском языке. Кто-то, если хочет, может воспользоваться данным режимом. Внутренняя память доступна 22 гигабайта из 32 гигабайта. Если посмотреть, то 14 документов от 14 файлов. А остальное все пустое. Смотрите, что есть интересное. Здесь есть загруженные файлы. Изображение, аудио, видео. И плюс еще, к примеру, есть АПК. Здесь можно устанавливать приложение, которое, опять же, можно скачать, к примеру, через сайт производителя. Дополнительные шрифты добавить. Bluetooth-подключение. Ну и, собственно, передать через сервер. Все это здесь уже изначально заложено. Потому что операционная система Android 10.0 данная предустановлена. Позволяет все это выполнить. Предустановлено приложение. Диктофон, галерея для просмотра, записи звука, заставки. Просмотр. Опять же, календарь, калькулятор, проигрыватель. Аудио проигрыватель доступен после того, как закачать сюда музыку. И, собственно, подключить Bluetooth-наушники. Музыку можно прослушать. Я уже пробовал через браузер. Используя, к примеру, Wi-Fi-подключение. Можно внутрь музыку не закачивать. Словарь-переводчик. Часы. Можно свой ящик подключить. Необраузер предустановлен. Магазин Onyx. И Push-сервис. Переходим в настройки. Выбор языка. Дата, время, питание. Настройки питания. Показывается вот. Заряд батареи. И также плюс, какие действия можно произвести при бездействии. Опять же здесь активировать Bluetooth. Wi-Fi. Так, сети. Сети мы уже подключили. Плюс VPN. Давайте мы сразу же активируем Bluetooth. Он нам нужен будет в дальнейшем при подключении беспроводных наушников. Системная строка. Мы ее видели, когда открывается какая-то менюшка. Здесь можно ее настроить так, как вам будет удобно. Пароль на вход в книжку. Учетная запись. Это как раз учетная запись у Onyx. Это отображение системы. При входе будет видно. Настройка жестов уже смотрели. Обновление системы. Можно производить как с официального сайта. Скачиваем файл. И уже сюда автоматически. Либо после подключения беспроводного Wi-Fi. В Wi-Fi сети можно произвести уже поиск обновления системы. Собственно, последнее обновление от 23 июня 2022 года. Достаточно свежее. Тут же обратная связь и руководство пользователя. Все это здесь уже присутствует. Такая вот интересная книжка. Поддерживает достаточно большой круг форматов различных файлов. От текстовых до аудио и графических. Подключил беспроводные наушники. Активный сейчас данный момент. После подключения станет доступно прослушивание видео файлов. Прослушивание аудио файлов. Для этого открываем проигрыватель. Хотел показать еще новый браузер. Обычный предустановленный браузер. Загрузка в угол. Работает достаточно шустро. Что примечательно, обычно у электронных книжек, когда с ними работаешь пальцами, попадают ногти, остаются следы. Здесь, как видно, хоть и экран матовый, следов нет. Хотя защитной пленки нет. Это чисто стекло. Оно немножко такое матовое, не глянцевое. Если здесь приглядитесь, по самому краю есть небольшой след от глянца. Читать можно, перелистывать. Все это доступно уже в базе. Увеличение. Открывает достаточно быстро. Понятно, что по плавности, к примеру, со смартфоном не сравнится. Все-таки это немножко другой формат экрана.